Прежде чем погрузиться в драматические истории противостояния, давайте поймем, что такое шторм в 12 баллов по шкале Боффорта. Это максимальный уровень. Настоящий ураган с порывами ветра до 40-50 метров в секунду, что равняется 140-180 километрам в час. Волны достигают высоты 14 метров, иногда вырастая до 20, покрываясь пенными грибнями и создавая водяную пыль, которая сводит видимость практически к нулю. Даже для современного и крупного судна это условие крайней опасности. В феврале 2016 года круизный лайнер «Гимн морских волн» компании «Ройал Карибин» столкнулся с мощнейшим штормом у американского побережья. На борту находились 4500 пассажиров и 1600 членов экипажа, когда судно оказалось в эпицентре стихии с 9-метровыми волнами и ураганным ветром скоростью до 150 километров в час. Лайнер направлялся из Нью-Джерси на Багамы, когда попал в неожиданно усилившийся циклон. Американская метеослужба недооценила его мощь, и шторм превратился в настоящую бомбу. Пассажиры были заперты в своих каютах более 12 часов, пока корабль сражался со стихией. Сильнейшая качка привела к многочисленным травмам и ушибам. На верхних палубах ветер и волны разбивали стекло, ломали мебель и заливали общественные зоны. Видео, снятое пассажирами, показывали жуткие картины. Судно кренилось на 45 градусов. Предметы летали по всему кораблю, вода проникала через дверные проемы. Капитан принял решение развернуться и вернуться в порт. После возвращения обнаружились повреждения стабилизаторов, систем управления и внутренних помещений. Четверо пассажиров получили серьезные травмы. После этого происшествия Royal Caribbean усовершенствовала протоколы безопасности и начала более осторожно оценивать погодные риски. В январе 2018 года круизный лайнер Norwegian Breakaway с более чем четырьмя тысячами пассажиров на борту попал в так называемый бомбовый циклон у восточного побережья США, возвращаясь в Нью-Йорк с Багамских островов. Метеорологи назвали этот шторм экстремальным явлением. Атмосферное давление упало на 59 милибар всего за сутки, вызвав ураганные ветры и 10-метровые волны. В течение двух дней, пока лайнер шел через зону шторма, корабль испытывал сильнейшую качку. Пассажиры рассказывали о затопленных коридорах, воде, просачивающейся через потолки и двери в каюты. В общественных зонах незакрепленная мебель скользила по полу, создавая опасные ситуации. «Казалось, что ты на бесконечных американских горках», так описывал свои ощущения один из пассажиров в интервью CBS. Многие страдали от сильнейшей морской болезни. Медицинский центр судна был переполнен людьми с тошнотой, головокружением и травмами от падений. Руководство Norwegian Cruise Line подверглось жесткой критике за решение не менять маршрут, несмотря на штормовые предупреждения. Позже компания официально извинилась и частично возместила стоимость круиза. В ноябре 2019 года круизный лайнер MSS-D с четырьмя тысячами пассажиров столкнулся с редким и опасным атмосферным явлением – медиканом, средиземноморским ураганом, сопоставимым по силе с тропическими циклонами. Судно выполняло плановый маршрут между портами Италии, Францией и Испанией, когда оказалось в зоне бедствия. Ветер развивал скорость до 120 км в час, а волны превышали 7 метров в высоту. Из-за мощной качки на борту произошло несколько серьезных инцидентов. В главном ресторане обрушились декоративные элементы потолка, вызвав панику среди пассажиров. В каютах и коридорах незакрепленные предметы превратились в опасные снаряды. На видеозаписях видно, как бассейны на верхних палубах превратились в настоящие гейзеры, выбрасывающие тонны воды, которая затем каскадами стекала по лестницам и от рюм. Несмотря на серьезность ситуации, экипаж смог предотвратить значительные повреждения судна и серьезные травмы пассажиров, хотя десятки людей обратились в медцентр с ушибами и симптомами морской болезни. После этого случая МСС Крусис пересмотрела протоколы информирования пассажиров о возможных погодных опасностях. Один из самых драматичных эпизодов произошел в марте 2019 года, когда лайнер «Викинг-Ски» оказался в смертельной опасности у скалистого побережья Норвегии. Судно следовало вдоль норвежского берега, когда возле полуострова стад его накрыл шторм с ветром до 70 км в час и волнами высотой 8-9 метров. В довершении бедствия отказали все четыре главных двигателя, и корабль потерял ход в опасной близости от скал. Лайнер начало относить к берегу, и в какой-то момент до столкновения со скалами оставалось всего 100 метров. Капитан объявил тревогу, и началась масштабная воздушная эвакуация, поскольку спуск спасательных шлюпок был невозможен из-за сильнейшей качки. Внутри корабля творился настоящий ад, запечатленный на многочисленных видео. Мебель, включая рояли и декоративные элементы, разбивались и свободно летали по всему судну. Потолочные панели обрушивались, окна разбивались под напором волн. Люди кричали, стекло билось, все вокруг летало, так описывал происходящее один из пассажиров. За 19 часов спасательной операции вертолеты эвакуировали около 470 человек. Экипажу чудом удалось запустить один из двигателей, и с помощью буксиров «Викингский» был доставлен в безопасную гавань. В результате этого бедствия 36 человек получили травмы различной степени тяжести, включая переломы и сотрясение мозга. Расследование выявило, что причиной отказа двигателей стал критический низкий уровень масла, датчики которого сработали из-за сильной качки. После этого инцидента норвежские морские власти выпустили новые рекомендации по эксплуатации судов в штормовых условиях. За два года до своей печально известной гибели круизный лайнер «Коста-Конкордия» попал в сильнейший средиземноморский шторм в ноябре 2010 года. Хотя этот эпизод менее известен, чем последующая катастрофа, он показывает уязвимость даже крупнейших круизных судов перед стихией. Во время регулярного круиза из Генуи «Коста-Конкордия» столкнулась с мощным штормом у французского побережья. Корабль испытал такую сильную качку, что были повреждены элементы внутренней отделки и несколько пассажиров получили травмы. Особенно сильно пострадал главный ресторан. Гигантская волна, ударив в иллюминаторы, разбила несколько стекол, что привело к частичному затоплению помещения и панике среди посетителей. Этот инцидент позже упоминался при расследовании катастрофы 2012 года как пример недостаточного внимания к вопросам безопасности со стороны руководства компании «Коста-Круизис». В апреле 2013 года круизный лайнер «Карнавал Саншайн» попал в мощный атлантический шторм во время перехода из США в Европу после масштабной реконструкции. В разгар шторма судно получило структурные повреждения, трещины в надстройке и разрушение балкона в Каю. Крен достигал критических значений, вызвав панику среди членов экипажа. Пассажиров на борту в этот момент не было. Этот случай поднял серьезные вопросы о безопасности судов после капитальной реконструкции. После инцидента компания «Кернивал» была вынуждена провести дополнительное укрепление конструкции корабля перед тем, как принять пассажиров. Один из наиболее известных случаев столкновения с экстремальной погодой пережил флагман компании «Кунард Лайн» — роскошный «Куин Мэри 2» — один из крупнейших пассажирских судов мира. В январе 2004 года, всего через несколько дней после ввода в эксплуатацию, «Куин Мэри 2» попал в жесточайший «Атлантический шторм» во время перехода из Британии в США. Метеорологи назвали его почти идеальным штормом — с волнами до 15 метров и ветром до 130 км в час. Несмотря на свои гигантские размеры — 345 метров в длину и водоизмещение 150 тысяч тонн — судно испытывало колоссальную качку. В критический момент вышел из строя один из стабилизаторов, что сделало ситуацию еще опаснее. Пассажиры рассказывали о летающей мебели, разбитой посуде и невозможности передвигаться по кораблю. Десятки людей обратились в медцентр с травмами и сильнейшей морской болезнью. Тем не менее, «Куин Мэри 2» успешно преодолел стихию благодаря прочной конструкции и мастерству экипажа. Этот эпизод стал настоящим испытанием для нового судна и подтвердил его способность противостоять суровым атлантическим условиям. Современные круизные лайнеры оснащены множеством систем для обеспечения безопасности в экстремальных условиях. Стабилизаторы качки — выдвижные плавники по бортам, уменьшающие раскачивание. Выход из строя даже одного стабилизатора резко усиливает качку. Система динамического позиционирования — компьютеры, контролирующие положение судна и автоматически корректирующие его с помощью подруливающих устройств. Водонепроницаемые переборки — система изолируемых отсеков, предотвращающих распространение воды по кораблю в случае пробоины. Метеорологические комплексы собственной метеостанции и доступ к спутниковым данным для прогнозирования погоды. Резервные источники энергии — независимые генераторы, обеспечивающие работу критически важных систем даже при аварии. Однако, как показывают описанные инциденты, даже самые современные технологии не гарантируют полной безопасности при столкновении с разъяренной стихией. Уроки и изменения в индустрии круизов После серии драматических инцидентов круизная отрасль претерпела важные изменения. Ужесточились стандарты безопасности. Международная морская организация пересмотрела требования к конструкции пассажирских судов, особенно в части стабилизации и прочности. Совершенствовались метеорологические протоколы. Компании стали гораздо осторожнее оценивать погодные риски, предпочитая изменить маршрут даже при малой вероятности шторма. Улучшилась подготовка экипажей, введены дополнительные тренинги по действиям в экстремальных погодных условиях. Появились технологические усовершенствования. Новейшие круизные лайнеры проектируются с учетом возможной встречи с волнами-монстрами высотой до 30 метров. Изменилось информирование пассажиров. Компании стали больше внимания уделять информированию туристов о возможных рисках и правильных действиях в чрезвычайных ситуациях. Несмотря на все достижения современной техники, встреча круизного лайнера с разбушевавшейся стихией остается серьезнейшим испытанием как для корабля, так и для всех на борту. Реальные истории, о которых мы рассказали, показывают, что даже самое современное и огромное судно может оказаться в критической ситуации при столкновении с мощным штормом. В таких обстоятельствах решающую роль играют профессионализм команды, качество конструкции и эффективность систем безопасности. По мнению экспертов, глобальные изменения климата увеличивают вероятность экстремальных погодных явлений, что потребует от круизной индустрии постоянного совершенствования технологий и протоколов безопасности, чтобы и в будущем обеспечивать защиту тысяч пассажиров, путешествующих по мировым океанам. Субтитры создавал DimaTorzok